Приехал. Его, понятно, не сразу узнали, потом узнали, немедленно дали ему поесть еды, он там какой-то дрянью закинулся, тут же ствол вот такой на столе лежит, который он у этого самого жирного, как его? Тодда. Тодда, точно, Тодда, подрезал, всё в порядке, у него только эти двое. И вон как вышло, и вон как. Дальше он, рухнув, в койку дохло, ой, пить, одрыхнуть, а я не думаю, что телевизор смотреть. Всё, утром ему нужно сваливать, он быстренько помылся, побрылся. Это всё так долго происходит, вот я сейчас рассказываю Полчаса это занимает в фильме. Стояние в душе. Да, там трёхминутное стояние в душе с воем опять же. Я могу понять, когда Уолтер Уайт мылся в душе, задирая руки, а у него там жуткий шрам, ну хоть понятно, зачем показывают, блин. Ну, всё-таки это же сериал, у которого миллион серий, и они в выборе формат не сильно стеснены, они могут позволить себе без ущерба темп повествования 5-минутное стояние в пустыне, дрожание брови. Ну, они там не так долго, просто с чувством с толком с расстановкой, так скажем. Там непрерывные таймлапсы, когда стремительно едут машинки, ночь, день, стемнело расцвело, оно добавляет в повествование, а здесь Матьео Пинкмана не добавляет ничего. То, что он страдает, мы поняли уже сразу, когда он с воем в машине ехал, что он ещё страдает, что вы ещё хотите, чтобы его сильнее жалко было, но уже сильнее от того, что он в душе стоит, его жалко не будет. Мне стало всё жальче и жальче смотреть из родного окна, умчаться куда бы подальше, где новая светит земля. Вот. На новую землю прям езжай. А Пинкман, а, да, Пинкман, отставить Пинкмана, вообще тяжкие. Там же прям сразу видно, к чему они отсылают свой стиль повествования в сериале. Понятно, хороший, плохой, злой, и о нём моряконе, и всё остальное. Когда у них там чудовищные длинные планы. Стояние. Да, там стояние, молчание. Муха по носу ползает в течение минуты, там посмотрел направо, посмотрел налево, в кадре только зенки. Так как это тоже происходит всё в похожей местности, они совершенно однозначно истеристическую цитату дали некую. А тут цитата какая, что в душе стоит. Никакой. Там это выглядело очень стильно и к месту, а тут вообще ни о чём, незачем. Вы же вроде умеете эти долгие планы держать и ставить их к месту. Сейчас-то что случилось-то? Хорошо, что Сера Джоо Леоне помер, наверное, не видит этого всего позорища. Не видит этого. Я понимаю, он хороший, плохой, злой, когда полную смотришь версию, непорезанную режиссёрскую, там 12 минут первых никто не сказал ни одного слова, 12 минут ни одного слова, а смотришь не отрываясь. То вода на шляпу капает. То со шляпы. То муха в стволе жужжит так, что сквозь сталь слышно. Адово-мексиканская муха. Ну, там красиво. Потные хари. Да. Музыка прям по лошадному замечательная. Вау-вау. Вау-вау. Бронсон с аквояжем. Ну, там всё прекрасно. Ракурсы застрелиться и не жить. Они, кстати, Клинта уговаривали, он уговаривал Клинта, что это должны были... Бронсона должны были встречать как раз хороший, плохой, злой. Мы про однажды на Диком Западе... Я думал, где Бронсон-то? Да-да-да. Ну, и Муха там же была. Да. Они его втроём ждали. Но Клинт отказался. Сказал, что его орла убить нельзя. Поэтому каких-то абсосов набрали. Которых не жалко. Так. Всё равно отлично. Конечно. Просто отлично. И там и тут. Да, конечно. А теперь вот раса Эль Камино. Поверх всего этого великолепия. С таким-то культурным багажом и собственным доказанным неоднократным мастерством. Делеган-то могёт? Ну, или мог. Мало кто. Уже сейчас даже чёрт его знает. Может, уже больше и не могёт. Ну, вот это там, по ходу... Я пока продвигаюсь. Вот вчера продвинулся до того, как этого Максимку какого-то возле Густава Фринга застрелили возле бассейна. Я ж вроде знаю, что там, зачем. Пока озвучивал, аж подпрыгнул, когда выстрелили. Блин! Такое напряжение. Он его, кстати, зовёт не Густава, а Гутава. Этот. Они же вроде гомосеки. Да. Как нам пояснились знающие люди. Разбирающиеся товарищи. Я не понял. Это по-испански? Что он из Аргентины? Это в Аргентине там говорят? Гутава. Надо у Будаева спрашивать. Я не понял. Какое-то... Или это что-то детское? Он его с детства знает. Я не понял, блин. Ну, напряжение такое. Я ж кино-то не смотрю. То есть, я в текст смотрю, а кино тут сбоку. Даже так подпрыгнул. Настолько мощно нагнетают, блин. А это что такое? Чего вы там нагнетаете в душе-то со своим Пинкманом? Несерьёзно. Несерьёзно.